здравствуйте уважаемые коллеги в клинику поступил мужчина в бессознательном состоянии но принимающий врач осматривает его и там студент практикант записывает он осматривает так записывает диагноз черепная травма студент говорит доктор а может быть черепно-мозговая травма пиши черепная травма мозгов там нет этот человек на день рождения жены притащился с любовницей знаете еще раз о математике не как царица всех наук как вот именно в способе развития мозга человека его мышления речи и все что угодно как ни странно у нас саранской школе номер 25 директор и ваннаш не кишкин однажды на урок девятом классе просил принести 12 листовую тетрадь каждому он нарисовал стереотическую теорему такую сложную на доске перерисуйте ее теперь запишите доказательство слово доказательство полностью док вон терпеть не мог дальше думать не надо доказывать не надо я просто диктую вы записываете слова слова и дальше диктует положим что отрезок а b перпендикулярно отрезку cd в этом случае треугольник c а cd становится равнобедренным коль скоро это так его медиана должна проходить через точку к на плоскости и около бне и так целую 12 листовую тетрадь вот именно формула коль скоро это так поскольку из этого текает и собственно когда мы поступали в вузы там математика письменно сдавалась допустим технические вузы те кто писал док-вои формулы получали трояк а мы были ученые мы писали коль скоро это так по елику возможно из этого уходит какая-то формула получали 5 баллов он не был учителем русского языка но грамотную речь формировал пожалуй получше многих филологов еще раз о правилах хорошего тона вот скажем вы пришли в театр на концерт зрительный зал эти люди уже пришли раньше вас сидят вам надо пройти на свое место каким извините местом поворачиваться к сцене там или вот к сидящим лицом то есть вы спиной к сцене лицом к тем людям которые уже уселись и так вежливо проходите на свое место когда ты читал такое правило до спектакля вы проходите лицом к зрителям а когда спектакль начался вы проходите лицом к сцене из уважения к актерам ни черта подобного спектакль начался нечего бродить по залу надо приходить вовремя уж так получилось опоздали вас в партере ваше место не входите в партер поднимитесь на верхний ярус попросите там дежурную разрешите постоять первый акт я здесь посмотрю в контракте уже пройдете в партер на свое место но до спектакля проходят лицом к зрителям которые уже сидят еще правило хорошего тона они тоже развиваются устаревают исчезает из нашего обихода было свое время такой случай печальный может сказать котик королей испании сидел у камина слишком близко и вот по этикету по правилам хорошего он не мог стать сам пока вельможа ответственно за это кресло не отодвинул его от камина а вельможа куда-то отлучился а другой не имел права прикасаться к креслу короля он ожоги получил но сейчас такой уже ерундой не занимаются общем говоря это правило ушло в прошлое но появляются новые реалии новые вещи все так мобильный телефон и с ним тоже должен быть связать какие-то новые правила хорошего тона вот люди которые бывали и жили в японии замечаешь такую вещь японцы никогда не разговаривать по мобильнику в транспорте то есть ну скажем иностранец что заговорит или ответит на звонок но японцы поморщатся но иностранец ладно дурак же японец начнет разговаривать транс ему сделать замечание почему я должен слушать транспорте твои разгогольствования там интимные вещи а вот наши люди почему-то это не соблюдают автобусе начинает да еще на весь автобус он почему-то не понимаешь люди кругом он весь ушел в телефон и с вазей а то ему там еще начинает разговаривать то есть вообще-то тоже правило хорошего тона в автобусе ну можно ответить извини я перезвоню я в автобусе или даже не в автобусе скажем вы пришли такое совещание собрание беседу с человеком и человек демонстративно кладет телефон на стол это что вы хотите сказать что беседа в любой момент может прерваться я возьму телефон и отвечу нет и отключить или хотя бы спрятать в карман но нельзя выкладывать телефон перед человеком скоро будете разговаривать каких-то делах причем подчеркивать их что вообще-то у меня второстепенный данном случае у меня телефон главный я держу на готове есть тоже свои правила хорошего тона иначе не комильфо знаете еще раз о пользе знаков припинания вот нынешние веб-дизайнеры часто веб там есть дизайн не рядом не валялся но кое-какие закономерности восприятия не знают вот экран скажем компьютера слева посередине основная информация статьи который читает а всякий спам рекламы как вы заметили справа делают мы правильно делают потому что там как раз зона восприятия наиболее близко вы почитаете статью но боковое зрение все равно вас замечает от эти рекламы даже на каком зрение читается вот как читаю культ статью аперся какой-то спам и там читают боковым зрением до девушки в подмосковье от трех миллионов рублей у черта себе девушки дорогие в москве смотрю это двушки в подмосковье то есть двухкомнатной квартиры трех миллионов рублей но если двушки это жаргонное слово надо кавычки поставить а без кавычек а двушки прочитал как девушки это опять же пользу знаков припинания ну надо пользоваться с кавычками запятыми точками и заглавными буквами иначе не камельфо продолжим разговор об улицах казани тем более меня вот на эту мысль натолкнула ну реклама в метро там табло есть такие да ну какая-то фирма что-то продает и пишет свой адрес наверно самая многострадальная улица в казани улица родины дом такой-то это не в честь нашего отечества родина это алексей григорьевич родин генерал-полковник герой советского союза командовал танковой армии то есть человек который прошел финскую войну отечественную потом служил мирное время алексей григорьевич родин генерал это улица родина его имени они улица нашей отчизны родины путают постоянная не хорошо